Всем привет! Приехали мы на очередной стовок с семьей. Сейчас будем ловить рыбу. Правда это новый стовок не знаю какая здесь рыба но карп точно есть и хочу показать вам как я ловлю на свою резинку с кормушками то есть ну как с убийцей карася в общем сейчас буду все показывать первым делом обязательно если у вас если есть курточка постелите курточку на берегу чтобы размотать резинку потому что трава если при забросе вы будете забрасывать забрасывать резинку буду с руки не лодкой завозить постелили курточку а потом только разматываете резинку сначала надо размотать резинку в одну сторону 10 метров резина здесь у меня и 65 метров лески ну забрасывать буду недалеко вот резинка уже у нас смотана в одну сторону теперь у нас пошли крючки крючки надо сейчас отстегнуть резинку отстегиваем и забираем карабинчик все теперь отстегиваем крючки видите если бы были бы крючки с кембриками как я рассказывал делал эту резинку было бы намного лучше а так крючки есть бывают путаются а так Все, отстегиваем наш карабинчик от основной лески и пока крючки с пружинами убираем в сторону. Они нам пока не понадобятся. Теперь пристегиваем карабинчик и пристегиваем резинку. Все, и теперь в эту же кучу, там где резинка, разматываем леску. И считаем метраж лески. Вот я отмотал 40 метров, посмотрите какой вставок. Я буду 40 метров лески отмотал и 10 у нас резинки. То есть далеко я не буду забрасывать. Все, теперь вот эту вставляем в землю. Чтобы ее не вырвало, когда при забросе. Если есть напарник, лучше, чтобы он на нее наступил. И берем конец лески. И теперь леску, вот эту леску, которая здесь лежит, перекладываем в другое место. Ровно складываем, вот так, кругами. Чтобы она, когда улетела, не запуталась. Прямо наверх, не боимся, она у нас не должна запутаться. Главное, чтобы из-за травинки не цеплялась, а лежала на курточке. Все, леску мы сюда переложили, а резинку будем перекладывать в другое место, вот сюда. Отсюда будем брать и сюда перекладывать. А ты, Саша, смотри, ты ж не рыбачил еще на резинке. И учись. Все, переложили. Теперь мы можем забрасывать. Заброс вот такой я не рекомендую. Нужно найти на берегу любую палочку крепкую. Сейчас я покажу, какую. Вот, нашел я на берегу отличную палочку. Она такая крепенькая, чтобы была, чтобы она у нас не сломалась. Потом делаем вот так. Раз. И сейчас еще раз покажу. Вот так, двумя пальцами. Раз. Вот. И получается два колечка. И продеваем сюда палочку. Берем за палочку. Вот. И когда за палочку, оно лучше тогда так летит. А когда она упадет, это послабится и палочка у нас вылетит. То есть, она нам мешать не будет. И все. И производим заброс. Все. натяжка и начинаю выбирать леску до нашей резинки вот появилась наша резинка теперь самое главное не упустить ее в воду лучше конечно сделать вот так намотать и тогда вы будете уже работать с резинкой отстегиваем наш карабин отстегнули карабин и этот карабин пристегиваем к вертлюшку на открыть там где крючки у нас вставка все тут пристегнута это мы оставляем на месте и берем другой конец и пристегиваем здесь нашу резинку все наша резинка вставка наша пристегнута уже бояться ничего не можно мне не надо и вот по идее вот такие все должны быть крючки чтобы они не путались на кембриках у меня тут только один я вам показал почему все первый крючок вот он пошел после резинки теперь наживляем рукой держим саму леску и резинку и наживляем сейчас червячок пока я так по-быстрому делаем бутерброд с кукурузой вот так пускаем следующий следующий крючок как вы помните у нас два крючка потом идет кормушка как на убийцу карася карася и карпа берем червяк у нас крючки с длинным цевьем кукуруза конечно мягковатая мягкая кукуруза вот так все дальше идет у нас кормушка кормушку я думаю сразу пододвину к одному крючку вот так кормушку можно вставлять кашу ну я буду вставлять мастырку свою мастырку которую делал микроволновки вот она мастырка и вставляю мастырку все она будет долго держаться каша конечно быстрее мастырка дольше будет держаться и будет создавать там дорожку и дальше наживляем что у нас еще горох есть а на горох машине ну ладно горох потом да ладно червяк не с кукурузой если тут до кукуруза никакая мягкая вот так она у нас все получается вот заряжаем руки конечно после червей грязная заряжа заряжаем вторую пружину а эту пруту пружину мы ту пружину мы сдвинули под самый крючок а эту мы оставим по центру между двух крючков и сейчас наживим еще один крючок и запустим нашу пружину просто потом я подсяду чуть ближе чтобы трава не мешала наживлять потому что видите зацепляются крючки за траву вот и все вот теперь посмотрите систему так видите какая система и сейчас она уйдет всем воду и и отпускаем чуть-чуть придерживаем чтобы не резко и она плавно отпускается в воду так как мы добавили 3-4 метра лески с крючками надо будет потом здесь леску еще намотовило немножко смотать чтобы она была в натяжку вот и все теперь леску она даже получается где-то метра три смотрим на мотовильца вот у нас такая натяжка ставим мотовильца в землю можно положить это прижать его кирпичинкой и взять рожки любые рожки у меня я вожу с собой вот такую железяку вот она у меня вот такая система получается вот так видите но трава мешает траву просто я уберу потом и цепляю поплавок он сюда надо подцепить груз у кого нету груза можно комочек земли прицепить на леску я обычно пользуюсь у меня вот старый грузик с колокольчиком с пористой резиной пористая резина раньше использовалась между плит в панельных домах и и затыкали щели и вот такая штука вот я тут разрезал одевается на леску и то есть когда она уже будет клевать поплавок подскакивает вверх или или падает вниз или натягивается и будет хорошо видно поклевку просто здесь все убираем трава чтобы не мешала нашей леске в принципе с одной стороны трава и не будет мешать если ветер обычно то не будет болтать колокольчик колокольчик немножко надо натянуть чтобы немножко натяжка была вот так вот и все вот такая система ну как будет поклевка я покажу не на саша подсаку не надо здесь потому что запутаются крючки вот смотрите на пружину клюнул на клюнул возле кормушки маленький коробчок вот такой и главное на червях саша а я всех червей поснимал специально оставил кукурузу саша не падает мне пожалуйста плюнула у нас резинка вытягиваем не знаю на резинку еще никогда не лови все когда-то бывает первый раз на зимней рыбалке главное чтоб там что-то было там что-то есть мам я не знаю на резинку никогда не ловил ну ты чувствуешь там есть кто-то есть да есть карпик небольшой зеркальный почти не зеркальный ну и 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